Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витража и Вери в Красках. На Рамфе, одном из крупнейших грекоязычных православных порталов, написали о торжествах в Лавре, о дне памяти небесного покровителя нашего блаженнейшего, преподобного Ануфрия Великого. На момент записи Аналитики у небольшой статьи было уже более 211 тысяч прочтений, что, согласитесь, немало. Там же в заметке было сказано, что в адрес блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия были направлены поздравления от представителей поместных православных церквей Грузии, Москвы, Сербии, Польши, Чехии и представителей других церквей. Мне очень хотелось прочитать хотя бы некоторые из этих писем, тем более, что они публиковались на сайте Украинской православной церкви, и я хотел бы прочитать их вместе с вами. Его блаженство, блаженнейшую Ануфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины. Ваше блаженство, дорогой владыка митрополит, сердечно поздравляю вас с днем вашего небесного покровителя, преподобного Ануфрия Великого. В духе братской любви желаю, чтобы Господь его молитвами даровал вам здоровье и свои богатые милости, которые помогают вашим всесторонним трудам для славы Святой Украинской Православной Церкви и всего православия. Мира и добра на всякий день жизни. Многое вам лето, владыка! С любовью во Христе, Савва, митрополит Варшавский и всей Польши. А вот фрагмент поздравления от Святейшего Патриарха Кирилла, представителя Русской Православной Церкви. В этот значимый для вашего блаженства день хотел бы сосвидетельствовать, что вся церковная полнота, сопереживая братьям и сестрам по вере, подносит сугубые прошения к царю царей и к Господу господствующих. Об остановке вражды и невзгод про установление мира и согласия на украинской земле. Молитвенным заступничеством преподобного Ануфрия Великого, вашего небесного покровителя, пускай ущедрит вас Господь и сбережет в добром здравии на многое лето. Написал слова поздравления католикос-патриарх всей Грузии Илья II. Также адресовано, как и предыдущие два его блаженству, митрополиту Киевскому и всея Украины. Молитвами вашего небесного покровителя, святого Ануфрия Великого, Господь пусть пошлет вам доброе здоровье и духовную радость для дальнейшего самоотверженного служения Богу и народу. А вот фрагмент поздравления митрополита Черских земель Словакии Ростислава. Кстати, меня просили в письме и в комментариях обратить внимание на ряд процессов этой поместной церкви. Я изучаю вопрос и обязательно разберу в рамках аналитики. В постриге было дано вам имя святого подвижника, чьи труды и подвиги вы имеете мирилом своего иноческого и архипастерского делания. Укрепляясь им, вы несете свое служение предстоятеля с подлинным монашеским долготерпением, усердием и смиренно мудрием. А вот фрагмент из поздравления патриарха сербского Порфирия, который прекрасно понимает, сколь непросто сейчас нашему блаженнейшему, в какое сложное время он несет служение предстоятеля. За свидетельство в жертвенность вашего архипастерского служения, молимся вашему небесному покровителю преподобному Ануфрию Великому, чтобы вас укрепил в духовной силе и телесном здравии на радость благочестивого клира и благоверной паства Украинской Православной Церкви. Тут и поздравления от первой иерарха Русской Православной Церкви за рубежом, кстати, немало связывает ее с Украинской Православной Церковью. Надеюсь, вы смотрели уже первую часть интервью с митрополитом Святогорским, наместником Свято-Успенской Святогорской Лавры Арсением. Он рассказывает там о невероятной связи наших двух церквей. Также поздравление было получено от патриаршего экзарха всея Беларуси. А вот что написал митрополит Нифон, представляющий антиохийскую церковь. В этот священный для вас день молитвенно желаю вам крепкого здоровья, духовной радости и всесильной помощи Божьей в вашем высоком и сложном святительском служении для славы Святой Православной Церкви и блага народа Божьего. Митрополит Востерский Тимофей из Иерусалимского Патриархата написал «Смиренно, но усердно молюсь Господу, Который возвел вас на пост Предстоятеля, укреплять вас в вашем ответственном и тяжелом служении во время сложных испытаний для Церкви и ее верующих и просвещать вас Святым Духом в принятии мудрых и спасительных решений и действий для спасения доверенной вам паствы». Безусловно, это не все поздравления. Выбрал лишь несколько, цитировал фрагментами. Но вы видите, что никто не ставит под сомнение титул блаженнейшего. Что бы там ни говорили раскольники. Все знают, что есть только один митрополит киевский, всея Украины, он представляет Украинскую Православную Церковь, единственную каноническую православную церковь в стране. Но не всем это по нраву. Фонариот, архимандрит романа с прямым смысле пишет проклятие всем, кто поддерживает блаженнейшего митрополита Ануфрия. Если смотреть на его странички в социальных сетях, складывается впечатление, что вы читаете озлобленного и очень далекого от веры человека. И очень больно, очень горько читать такое, ведь за каждое слово ему придется отвечать. Но как бы то ни было, все рано или поздно становится явным. И интриги фонара с некоторыми украинскими заокеанскими политиками. Реальное положение дел в Украине, когда грамота Истамбула вызвала настоящую волну насилия с избияниями верующих и захватами храмов. Но это все переживем, ведь врата адовы не одолеют Христовой Церкви. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красную.